Сегодня мы с вами собрались на встречи студентов Щелковского колледжа с представителями администрации городского округа Щелкова, военного комиссариата, общественных организаций и участников СВО, посвященных Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. С трагических событий в Бесланской школе номер один минуло 19 лет, но боль остается. В сентябре 2004-го боевики взяли в заложники более тысячи человек, 334 погибли, в основном женщины и дети. Память жертв терроризма в Беслане и других городах России почтили минуты молчания. На круглом столе обсудили, что в век цифровых технологий интернет-ресурсы могут стать площадкой для вербовки молодежи. Как не стать жертвой терроризма и как вести себя, если вы столкнулись с призывом к терроризму, об этом рассказали на круглом столе. Также ответили на вопросы студентов и раздали тематические памятки. Обратиться к родителям, сказать, что вот меня призывают. Второй момент. Надо сразу написать заявление в местную полицию. Я думаю, что подростки, они еще не особо понимают свою точку зрения насчет терроризма и могут сложить свое мнение не с той стороны, не с правильной стороны, с которой можно было бы. Поэтому такие мероприятия ставят на правильные мысли. В нашем округе проводится большая работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры. Кроме профилактических бесед с населением, службы безопасности регулярно проводят учения. С ребятами мы провели такой урок в день памяти, в день солидарности. То есть, когда мы едины, мы непобедимы. И сегодня в глазах ребят я увидел те чувства, которые должны возникать у каждого человека, когда дело касается жертвам терроризма. Те жизни, которые были положены при освобождении заложников Беслане, они, конечно, останутся в нашей памяти на всю оставшуюся жизнь. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.